Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала Симон, меня зовут Владимир Мазур Каким бы ни казалось напряженным, жарким в смысле информационной наполненности это лето Уверен, что большинство нас думают уже совершенно о другом, решают совершенно другие вопросы Вопрос о том, даже, наверное, нигде отдохнуть, а как добраться до места отдыха без проблем, без приключений Об этом поговорим сегодня с гостем, которого я с удовольствием представляю Дмитрий Евгеньевич Конюхов, начальник отдела пограничного контроля Харьковского погранотряда Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич Ну, наверное, придется начать все-таки, может быть, не со столь радушных вещей Вот, как я описал, да, уже ожидания такого вот отпуска и так далее С проблемами, которые все-таки возникают на границе И сегодня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Государственной пограничной службы сообщили о том, что есть проблема Автомобильной, по крайней мере, очередей на пунктах пропуска со стороны Российской Федерации И упоминался, в общем-то, и главный наш пункт Гоптовка Вот какая ситуация сейчас, чем связана, ну, кроме, может быть, сезонных каких-то вопросов Вот эта вот проблема очередей Ну, хотелось бы сначала сказать, что на выполнение государственной программы Экономических реформ до 2014 года на участке Харьковского пограничного отряда Функционирует 9 международных пунктов пропуска, 4 межгосударственных и 4 местных пункта пропуска Пропуск граждан и транспортных средств осуществляется в этих пунктах пропуска Основной поток автомобильного транспорта идет у нас в пункте пропуска Гоптовка На данный момент у нас в этом пункте пропуска очередей со стороны Российской Федерации нет Потому что тем количеством личного состава и тем количеством рабочих мест, которые функционируют в пункте пропуска Мы успеваем оформлять граждан, которые следуют на территории Украины На данный момент, именно вот как на сегодня взять, там работает 15 рабочих мест Которые обеспечивают пропуск того количества граждан и транспортных средств, которые сейчас следуют Еще бы хотелось сказать и обратиться, может быть, к гражданам Российской Федерации Которые, может быть, присутствуют здесь в городе Харькове Чтобы, так сказать, передали своим знакомым и друзьям То, что на участке Харьковской области функционируют еще такие пункты пропуска Как плетеневка, чугуновка, на которых на данный момент очереди вообще отсутствуют И при следовании на территории Украины можно выбирать эти пункты пропуска Также хотелось бы отметить и сказать, что на интернет-сайте ПВУ.ГОВ.ЮАЙ Также есть образец миграционной карточки Которую можно заблаговременно распечатать, заблаговременно заполнить И что сокращает намного время при пересечении государственной границы Украины То есть, я насколько понял, это называется Сработало неоткуда без добра, вернее наоборот То есть, получается, Гоптовка как наиболее оборудованный пункт, наиболее большой И считается наиболее удобным, что не всегда, наиболее быстрым, по крайней мере Да, что не всегда является таким Ну, если взять еще то, что само расположение пункта пропуска Гоптовка Его по Харьковской области Это наиболее короткий путь И более такой оптимальный Для движения на сторону Днепропетровска и вообще в направлении Крыма Конечно, может быть Плетеневка Пункты пропуска для автомобильного сообщения Плетеневка, Чевуновка Может быть, они чуть-чуть находятся в стороне Но то время потраченное, чтобы граждане Российской Федерации тратить Хочу отметить На территории России перед пунктом пропуска Нехотеевка Они за это время, то расстояние, которое может быть чуть больше от Плетеневки и Чевуновки Они проедут без проблем Не стоя на жаре, не стоя в очереди Вот что бы Вы посоветовали? Может быть, есть какие-то в течение суток более удобные отрезки Когда можно рассчитывать на то, что очереди точно может быть не будет Ночью, утро, поздний вечер Когда удобнее пересекать границу Если взять из прогноза Как и любой водитель выбирает время Тем более сейчас лето, жарко Естественно, выбирает ночное время движения Поэтому, естественно, очереди накопления транспортных средств Даже не очереди, а накопления транспортных средств Получается где-то под утро Где-то с 6 до 9 Получается, это подъезжают и к пункту пропуска И к дальние регионы Российской Федерации Ну а еще раз то же самое Обратившись к гражданам Российской Федерации Которые проживают в Белгородской области Они могут пересекать государственную границу не обязательно в Гоптовке И в той же Плетеневке А у нас еще функционирует 4 местных пункта пропуска В связи с подписанием угоды Между Россией и Украиной В пунктах пропуска Бударки, Стрелечи, Журавлевка, Александровка Пропускаются жители Белгородской области Поэтому, не стоя в очередях на Гоптовке, грубо говоря Можно пересечь границу там Дмитрий Евгеньевич, а какие возникают Самые распространенные проблемы у людей Которые пересекают Ну вот давайте пока на автомобильном сосредоточимся Транспорте Проблемы с пограничниками В чем они могут заключаться? Ну проблема не то, что может быть Это грубо конечно сказано С пограничниками Мы всегда готовы И мы всегда рады Тем людям, которые едут к нам на Украину И тот опыт прошлого года Когда было Евро 2012 Те новации, которые были введены Мы их тоже сейчас используем для пропусков И поэтому единственное, что может быть Когда человек заезжает Но это не только касается нас Это любого пункта пропуска Любой страны Человек заезжает, он не знает куда ехать Он может поехать не в ту сторону Это когда заезжает пункт пропуска Это смотреть на указательные знаки Куда ехать, как ехать То же самое Заполнение миграционной карточки Лучше если не знаете Лучше подойти и спросить Никто никогда в жизни не откажет Поможет заполнить ту миграционную карточку Или еще что-то Второе У нас участились случаи Особенно это касается дальних регионов Российской Федерации Ну понятно, что они едут издалека И некоторые пытаются провозить Либо травматическое, либо газовое оружие Поэтому тоже хотелось бы предупредить Что с этим шутить лучше не надо Понятно, что дорога дальняя, небезопасная Но все равно Потом возникнут проблемы на границе А вот насколько надежна граница закрыта в этом отношении? Ведь с одной стороны К вам вставляются требования максимально быстрого досмотра И пропуска Чтобы поток не задерживался С другой стороны Если сидит 5 человек в машине И машина забита Если из дальних регионов едут Под завязку Есть какая-то специальная аппаратура Которая позволяет это все обнаружить? Во-первых, у нас есть специально обученные собаки На оружие, на боеприпасы, на взрывчатку Это раз Работают собаки Второе Есть такое понятие Психологические действия Реакция людей Ну, любой человек Который, если он что-то везет Все равно Он какую-то Осечку, грубо говоря, даст А наш персонал проходит Специальные тесты Специальную подготовку И, кстати, в основном Большинство оружия Выявляется, конечно, с помощью собак А в основном Вот это вот оценка риска Оценка риска Дальний регион Как я сказал уже Транспортное средство Поведение человека Это основные То есть обмануть не получится Не получится Не стоит и грубо Лучше не рисковать А что касается Разного рода недоразумений Которые, скажем, возникают У людей, которые Принимают препараты Да, ведь не все препараты Можно перевозить через границу Насколько я понимаю Вот для этого я тоже хотел бы сказать Люди, которые едут за границу Во-первых, нет такого Есть такое понятие Незнание закона Не освобождает от ответственности Если человек едет Ну, в другую страну У нас сейчас довольно развита Сеть интернета Взять, набрать Что можно возить Что нельзя возить Это, я помню Я считаю, что это не составит труда А вот на сайте у вас есть Весь этот список исчерпывающий, да? Этот список, это касается Не нас больше Это касается больше того Но мы, как это Психотропные средства Мы тоже Ну, это Одна из Составляющих С которой мы тоже Противодействуем Поэтому Посмотреть по интернету Что можно вести Что нельзя Если человек Есть люди Которые действительно Без этих медикаментов Не могут Но для этого Я думаю, что не составит труда Взять какую-то справку С больницы Чтобы был какой-то Подтверждающий документ Что эти Препараты Необходимы для Здоровья Именно И тогда уже Там просто вычисляется На количество пребывания На территории Украины Там, например Там определяется Количество Ну, данных препаратов То есть надо Опять же Не на авось А специально Иметь документы На авось Лучше Лучше ничего не делать Что касается документов Можем сейчас Опять же Исчерпывающий список Документов Для того, чтобы Без проблем Пересечь Украинскую границу В ту и в другую сторону Ну, во-первых Хотел бы сказать Что то же самое Документы Все вызначены Угодой Между По порядку пропуска Граждан Украины Российской Федерации В пунктах пропуска Это является Внутренний паспорт Заграничный паспорт Ну, не буду уже перечислять Это мы же берем Тех граждан Которые следуют на отдых Ну, обычные Поэтому для детей Свидетельство о рождении А обязательно оригинал Или Обязательно оригинал Копия Или еще что-нибудь Оно не подходит Ну, и естественно Там Паспорт моряка Но это уже Специфическое Ну, да Дипломатические паспорта По которым Как говорится Люди уже не едут Отдыхать А не едут По служебным царям А что касается Самого автомобиля Вы проверяете Каким-то специальным образом Или Автомобили проверяются Ну, основная По базе данных Как-то Составляющих Тоже Над чем мы работаем Это Выявление Машин Которые угнаны Либо Используется С поддельными Номерами агрегатов Или Номера агрегатов Которые не соответствуют В регистрационных документах Ну, это то же самое Это тут опять идет Психология И внимание человека А также У нас Идет Внесение в базу данных Транспортного средства С ВИН-кодом И второе И то же самое Таможня проверяет Уже регистрирует Транспортное средство На въезд в Украину Что касается Прочих способов Пересечения Ведь в Харькове В Харьковской области Не только Автомобильные пункты Пропуска Есть Железная дорога Есть Аэропорт Есть ли там Какие-то особенности Особенности Там не может Возникнуть Очередь Поезд Друг за другом Не станет Самолет Друг за другом Не станет Поэтому у нас По Авиационному Пункту пропуска То же самое Людей, персонала Хватает рабочих мест Чтобы Оформить То количество Транспортных средств И пассажиров Которые на данный момент У нас Оформляются В Харьковском аэропорту А Железнодорожные Пункты пропуска Это Единственная Просьба Слушать проводников Которые говорят Что Когда Когда поезд прибывает Своевременно Заполнить Миграционные карточки Подготовить документы Не злоупотреблять Спиртным Потому что Бывают конфликтные ситуации Да И проблем не будет А возникают Какие-то Конфликты Между пассажирами И пограничниками Если они возникают Я не имею ввиду Состояние алкогольного пьянения Там предположим Все понятно И Наверное Понятно Каких действий Стоит ожидать А Вот если Скажем Ну не знаю Недоразумения Какие-то связанные С теми же бумагами Человек считает Который пересекает границу Что он прав И хочет жаловаться Может он это сделать Человек может жаловаться У нас бывают такие ситуации Особенно это касается О чем я тоже хотел сказать Это О порядке выезда За границу Детей Граждан Украины Граждан Украины Которым еще не исполнилось 16 лет Они следуют Либо сопровождение Одного Обоих родителей Если следует В сопровождении Одного из родителей То естественно С материально заверенной Вводы И бывают моменты Такие Что возникают вопросы Когда следует Например Мама С ребенком И она говорит Что я мать-одиночка Хотя в свидетельстве рождения Записано Что отец Есть Ну фамилия Имя отчества Отца есть Подтверждения К этому Больше никакого нет Поэтому Если какие-то ситуации Есть То лучше Перезвонить Хотел бы тоже Еще Оставить Телефоны Это Телефон Отдела пограничного контроля Харьковского Пограничного Отряда 057 341 20 03 И Телефон Оперативного Дежурного 057 340 42 21 По этим Телефонам Ну не в любое Не в любое Время Желательно В дневное Время Вы можете Получить Нормальную Консультацию И Вам подскажут Какие документы Надо Как надо И поэтому Лучше Как еще раз говорю Лучше уточнить Переспросить Чем ехать Просто так На Абу А какие права Есть скажем Пограничников Случай Если серьезная Наршает То есть Сможет ли Например Садить С поезда Или снять С рейса С самолета Или не знаю Общи завернуть Машину Есть моменты Когда Ну следует С не теми Документами Или еще Что-то Конечно Мы имеем Право Садить С поезда Потому что Эти документы Не дают Права На пересечении Государственной Границы Они Мы их Не пропускаем Потому что И Российская Федерация Пограничные войска Российской Федерации Их тоже Не пропустят Поэтому Следуя через Границу Еще раз Лучше проверить Документы Соответствуют Они Не соответствуют Если Не знаете Лучше Позвонить Спроси Я Насколько Для себя Понял Есть Такой Общий Принцип Не стоит Полагаться На слова И силу Своего убеждения Если Нет Какого-то Доказанного Факта Надо Искать На этот факт Документ Чтобы Было Официально Какое-то Есть Даже Малейшее Сомнение Что Могут Возникнуть Какие-то Вопросы Я Вот Чего Не понял С вашего Позвонения Хотел Переспросить Когда Вы говорили О детях Гражданах Украины Которые Выезжают За рубеж Вы говорили О том Что Они Выезжают Либо В сопровождении Двух Родителей Либо Если Сопровождение Одного Родителя То Нотариальная Справка А если Ситуация Бабушка Дедушка Везут В Испанию В Италию Своего внука Или племянника Дяди И тети Везут Жизненная Ситуация Вполне Нормальная Что делать Оформляется Нотариальная Доверенность От Обоих Родителей Что Они Доверяют Бабушке Или Родственникам Кому-то Вывести Ребенка Установленный Срок Установленную Страну И все А что касается Документов Которые должны Разные требования Предъявляют Потому что Кому-то Достаточно Просто Вклеенной Фотографии В паспорт Заграничный У родителей А кто-то Говорит о том Что надо Обязательно Ребенку Индивидуальный Уже документ Ну С Российской Федерацией У нас Пока В угоде Соглашения Так и написано Что Следуют Они По свидетельству Рождения С Республикой Белоруссии Свидетельства Рождения Уже По свидетельству Рождения Уже Не приедете Поэтому Надо Граничный Паспорт Или иметь Проездной Документ Ребенка Отдельный И естественно Уже Дальше За границу Это касается Больше Аэропортов Там уже Либо Проездной Документ Ребенка Либо Ребенок Вписанный И вклеен Фотография В паспорт Насколько Часто Ведь не Первый Наверное Год Уже Возникает Вот эта Тема Что не хватает Как правило Документов Именно на Ребенка Насколько Часто В этом году Такие вещи Случаются По сравнению С предыдущими Годами Ну вот Если честно Вам сказать В прошлом году У нас активно Проводилась Эта работа Как и В средствах Массовой информации Так и по телевидению Тоже были выступления Мы на своем Сайте Тоже вывешиваем Информацию В пунктах Пропуска Тоже есть Информационные Стенды На которых Обозначен Порядок Выезда детей В этом году Я скажу Что меньше Намного меньше Стало Таких Случаев Когда Следуют Именно с детьми Документы Которые Не соответствуют Но все равно Есть такие моменты Когда Ну вот как я уже Приводил пример Что следует Мама с ребенком И говорит Что Ну да Может быть Поверить можно Что она Да действительно Записала Папу Со слов Но этому Этому нет подтверждения И она считает Что она права Ну это Довольно Серьезное нарушение Да Это надо Тоже заворачивать Снимать Ну как сказать Это не то что нарушение Просто эти документы Не дают права На посещение Государственной границы Соответственно Вы не пропустите То есть даже Если вы вдруг И пропустите То дальше Все равно Там задержат Обязательные И развернутые Это очень серьезно Наверное Еще если можно О детях Буквально На несколько слов Нас Пара минут Остается До конца Программы Дети ведь ездят Не только Опять же В сопровождении Своих родственников Их вывозят Ну например В языковые лагеря За рубеж Сейчас очень популярная Практика Или на море Или еще куда-нибудь То есть ездят В сопровождении Взрослых Педагогов И так далее Случаются разные Кстати И не только С детьми Случается Вот потерял ребенок Или потерял Взрослый документ Что делать Как быть документ Который подтверждает Что да Вот он там Где-то Его там посеял Свой там паспорт Свидетельство Или еще что-то На территории Украины Нет я имею ввиду там Если человек Потерял Любой Паспортный документ Ну Удостоверяющий Личность документ Который дает На право От чечения государственной границы Человек должен Обратиться В украинское Консульство Для получения Свидетельства На возвращение А если это Скажем в аэропорту Или вот транзит Это поезд Что делать Ну тогда Пропустить его Все равно Никто не пропустит То есть снисхождение Все равно не будет Все равно Через консульство Надо решать Конечно Ну что ж Будем надеяться Что нас услышат Те кто И у нас таких Случай К счастью Да Надеюсь Что нас услышали Те Кто собственно говоря Собирается За границу В ближайшее время Все у них пройдет нормально Все пройдет хорошо Все документы Будут в порядке И в полном Комплекте Ну и те кто Будут пересекать По шоссе Да Вот С помощью автомобиля Будут выбирать Оптимальное время И место пересечения Хотел бы еще добавить Да Прошу Хотел бы еще добавить Что мы Мы всегда рады Встрече Людям Которые Пересекают Государственную границу Мы готовы Обеспечить их Беспробийный Пропуск Так сказать Без остановок Без задержек Без возникновения Очередей У нас для этого Готовы Резервы В случае возникновения Таких ситуаций Поэтому Мы всегда рады Приветствовать На украинской земле Всех иностранных граждан Легальных Легальных Дмитрий Евгеньевич Спасибо что сегодня Были нашим гостем На этом К сожалению Время программы Подошло к концу Спасибо что смотрели Нас сегодня До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова